Здравствуйте, уважаемые участники обучения! Меня зовут Валерий Константинович Доронкин. Я являюсь руководителем Координационного центра по противодействию алкоголизму, утверждению трезвости, Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению. И наш сегодняшний вебинар посвящен проблеме преодоления алкоголизма и то, как православные организации, приходские, епархиальные и общественные организации с участниками православных людей занимаются профилактикой алкоголизма и помогают также людям, имеющим алкогольную зависимость. Эту зависимость от нее отказаться и преодолеть, помогают выздоравливать алкоголизму. Необходимо сказать, что уже с 2009 года Русская Православная Церковь активно подключилась к данной проблеме и первое вот такое важное действие, которое совершил судейский дряб Кирилл, было создание Церковного общественного совета по защите от алкогольной угрозы. Этот совет возглавил отец Тихон Шевкунов, ныне Владыка Тихон, и этот проект внес огромный вклад в изменение алкогольной ситуации в нашей стране. В него вошли активные, ответственные представители общественных кругов, представители церкви. И Церковно-общественный совет дал старт проекту «Общее дело» на Центральном телевидении. И впервые в новейшей истории России появились ролики социальной рекламы на Центральном телевидении, ток-шоу, и Церковно-общественный совет собрал вокруг себя большие такие силы людей неравнодушных и желающих преодолеть ту ситуацию, в которой находилось наше общество на тот момент. Мы помним еще из 90-х годов, когда с экранов телевидения, чуть ли не сбивая с ног, влилась пивная пена. Реклама алкоголя была повсеместной. Алкоголь продавался чуть ли не в киосках «Союз Печати». Но на самом деле алкоголь в «Союз Печати» тоже продавался в разных регионах в виде каких-то жидкостей, непонятного содержания. Ну, много где. Короче, это происходило. Возможно, в какой-то степени еще и происходит. Но вот Церковно-общественный совет объединил людей вокруг этого проекта на телевидении сначала, а затем при участии в том числе и православных активистов в общественной палате Российской Федерации был подготовлен национальный доклад по алкоголю. Были собраны воедино данные социологов, ученых, статистики, которые наглядно показывали связь смертности, болезней, заболеваемости, алкоголизации, различных негативно-социальных явлений, связанных с продажами и с употреблением алкоголя. И в результате того, что этот доклад по алкоголю был представлен в широчайших общественных таких кругах и в органах государственной власти, и в администрации президента, и в Государственной Думе, руководителям нашей страны стало понятно, что нужно совершать последовательные активные действия. И уже в том же 2009 году, то есть где-то в феврале, по-моему, был создан общественный совет, а в октябре уже была принята государственная концепция противодействия алкогольной урозе. К сожалению, позднее на центральном телевидении проект «Общее дело» был закрыт, но ситуация начала потихоньку меняться. Предложения общественников при участии Русской Православной Церкви, которые были предложены органам государственной власти, нашли свое применение в изменении законодательства по продаже алкоголя, в том числе и правительство начало определенные меры принимать, и все мы знаем сегодня, что во многих населенных пунктах изменилась продажа алкоголя, время продажи алкоголя, места продажи алкоголя изменились. И ситуация сегодня не столь катастрофична, с одной стороны, как была 10 лет назад, но по-прежнему остается очень печальной, потому что все равно даже те цифры уменьшения потребления алкоголя, о которых говорят органы государственной власти, они все равно, даже при том, что произошло существенное снижение потребления алкоголя, все равно эти цифры превышают нормы, установленные в Фемерной Организации Здравоохранения, и цифры потребления в нашей стране остаются запредельными для выживания нашего этноса. То есть количество употребления алкоголя все равно таково, что вымирание, алкогольная смертность вносит огромный вклад в вымирание граждан нашей страны. Поэтому мы, конечно, будем продолжать активно работать и в епархиях, и в больших городах, и в маленьких. И вот задача нашего вебинара — рассказать о тех формах работы, которые сегодня существуют в Церкви, и тех возможностей, которые мы с вами имеем для того, чтобы получать информацию, для того, чтобы учиться церковному социальному служению в данном направлении, и немножко узнать о тех формах социального служения церковного, которые сегодня существуют. Продолжение церковного социального служения, развитие церковной социальной работы после создания Церковного общественного совета был через некоторое время создан Координационный центр по продействию алкогольной угрозы в нашем синодальном отделе в Церковном дворец социального служения. Этим Координационным центром руковожу я. Нам удалось собрать в качестве экспертов, таких добровольных помощников, соработников, ярких представителей нашей православной церкви, таких как отец Игорь Бачинин, отец Григорий Григорьев, отец Илья Шугаев и другие очень уважаемые батюшки, которые много лет уже помогают людям в преодолении алкогольной зависимости и занимаются также ее профилактикой. Наши эксперты Координационного центра с 2011 года принимали участие в работе над церковной концепцией по противодействию алкогольной угрозе, которая была принята на заседании Священного синода 25 июля 2014 года. Необходимо сказать, что к 2010 году в Русско-Православной церкви было порядка 20 организаций, общей стрезвости или революционных центров, которые помогали людям в преодолении алкогольной зависимости. На сегодня таких вот епархиальных православных проектов около 500. То есть, благодаря в том числе принятию Священным Синодом церковной концепции Русской Православной церкви по утверждению трезвости и профилактики алкоголизма, такая работа начала развиваться в епархиях. Данная концепция, она есть в тех материалах, которые мы сегодня выложили, и их можно будет скачивать. Также эту концепцию обязательно нужно найти в сети интернет для тех из вас, кого интересует проблема и тема участия в православной церкви в преодолении алкоголизма. И в этой концепции изложены теоретические и практические аспекты вот такого церковного социального услужения. Вопрос отношения церкви к трезвому образу жизни, место в православной аскетике, трезвости и трезвения коротко приводится формы и методы деятельности по утверждению трезвости и показывается то, как церковь может взаимодействовать со средствами массовой информации, с государственными органами. И вот сегодня вот те специалисты, которые занимаются этой работой, знакомы с этой концепцией, чего и вам желаем. Также в результате принятия этой концепции стало понятно, что необходимо, чтобы в каждой епархии был ответственный сотрудник, назначенный за реализацией данной концепции. Ну и в большинстве епархий, более чем в 100 епархиях, такие сотрудники есть. И недавно большая часть их приезжала в Москву на обучение. Мы вместе с ними обсуждали практические вопросы о реализации церковной концепции по утверждению трезвости и то, как можно организовать епархиальную работу. Вам необходимо вот в социальных отделах своих епархий узнать, кто является таким ответственным сотрудником или в будущем, может быть, даже стать самому таким, если в епархии таких сотрудников нет, то принимать участие в такой работе. Ну, те из вас, кто, конечно, пожелает этим заниматься. В Москве, в нашем синодальном отделе данной работой занимается координационный центр нашего по утверждению трезвости и противодействию алкоголизму сейчас на данном слайде. В презентации можно увидеть наши координаты, как можно с нами связаться, телефон, почта. Если у вас какие-то будут дополнительные вопросы, можно всегда обращаться, мы с удовольствием вам ответим. Ну, может быть, не в тот же день, но стараемся в ближайшее время. Наша задача – помогать вам учиться, помогать вам получать методическую литературу, и мы также организуем различные формы обучения. Для расширения таких знаний, кругозора, у нас создан сайт трезвойнфо.ру. Вот сейчас на слайде видно адрес этого сайта. Его можно писать английскими и русскими буквами. Трезвая инфо – это, ну, коротко, трезвая информация. На данном сайте, который называется «Избавление от алкоголизма в Русской Православной Церкви», указаны координаты организаций церковных, которые помогают людям преодолевать алкоголизм. И этот сайт рассказывает о том, какие формы работы есть у церкви. То есть, если человек или родственник, или сам зависимый хочет понять вообще, что церковь может ему дать, где найти помощь, и в какой форме может быть эта помощь ему оказана, ему можно дать посмотреть этот сайт. Там за час, за два его так почитав, посмотрев там видео, сайт небольшой, но такой очень содержательный, можно составить, ну, для человека не сведущего, по крайней мере, общее впечатление о том, как в Русской Православной Церкви, где и как находить помощь. И с указанием даже адресов и телефонов. Также вот у нас действует проект «Трезвый город». МРФ – это проект социальной рекламы, которая вот была разработана тоже экспертами нашего синодального отдела. И на этом сайте можно заказать там макеты этой рекламы. Если какая-то церковная организация занимается профилактикой алкоголизма, то совместно с органами государственной власти в регионах можно заказать такие макеты бесплатно и распространять их вот на рекламных поверхностях в городе. Наш сегодняшний вебинар мы как раз начали короткими видео, которые демонстрируют, как выглядят плакаты этого проекта «Трезвый город». Их можно вот заказать бесплатно на сайте «Трезвый город.РФ». Также может быть полезен сайт и анапетического образа отрезвения, действующего при нашем синодальном отделе. И другие ресурсы, в том числе и в сети Facebook и ВКонтакте, которые есть и о которых мы еще сегодня поговорим. Очень интересный, если вам тоже будет интересно, проект, в котором мы принимали участие, о котором хотелось несколько слов тоже сказать. Это социологическое исследование, которое в этом году провела исследовательская группа Циркон о жизни в сельских поселениях, потому что очень часто встает вопрос, а как помогать селу, а как в сельских поселениях, где люди много выпивают, сделать так, чтобы люди как можно меньше, чтобы там дети не запивали, чтобы народ там не гиб от алкоголя. И вот эта группа исследователей при нашем участии, при нашей поддержке провели исследование в трех селах в разных точках России, где жители перестали употреблять алкоголь и создали условия для того, чтобы жизнь была интересной, наполненной. И если вам будет кто-то заинтересуется данным проектом, также можно у нас запросить проект «Территория и трезвости», мы можем вам прислать и вас с ним познакомить. Об этом проекте мы еще будем рассказывать, я думаю, не раз. Также в ближайшее время мы планируем опубликовать проект дорожных карт, макеты, которые можно будет сделать для своих епархий. Прошу прощения. Мы сделали такие буклеты для родственников, зависимых людей, для самих зависимых. Короткие такие инструкции, что нужно делать для того, чтобы избавиться от алкоголизма, если у вас там в семье есть такие проблемы. Эти буклеты также мы в ближайшие недели они будут уже готовы. Мы стараемся тоже тех, кто захочет, ими обеспечить, по крайней мере, в революционном виде. Отдельно надо сказать несколько слов об Иоанне Претечинском братстве трезвения, которое действует при нашем отделе. Председателем данного братства является Протерея Игорь Брачини из Екатеринбурга, член коллегии нашего синодального отдела. Он уже с 1988 года помогает людям преодолевать алкогольную зависимость и смог помочь буквально сотням и тысячам людей преодолеть алкоголизм или избавиться от табачной зависимости. Его приходит, находится в городе Екатеринбурге, но он много ездит по всей стране, проводит обучение, семинары, и к нему тоже можно приехать для обучения в практике церковного такого социального служения и по преодолению алкоголизма. Немножко я еще позже расскажу об этом. Буквально две недели назад мы издали методическое пособие по подготовке пастырей к социальному служению в сфере преодоления алкоголизма. Оно сейчас уже выложено в вебинар, и вы его сможете сегодня скачать. Там практически все вопросы, о которых мы говорим сегодня, представлены достаточно подробно, интересно, и вы сможете со всем этим ознакомиться. Наиболее востребованные книги это вот первое издание прошлогоднее, сейчас я демонстрирую на слайде «Алкоголик в семье. Что могут сделать близкие». Оно есть тоже сегодня приложено к данной, к данному вебинару, но уже можно будет в первом издании вам ознакомиться, но также сейчас уже вышло второе издание, в синодальном отделе, там немножко просто обложка другая, доработан текст, и сегодня на сайте синодального отдела должна появиться реклама этого нового издания «Алкоголик в семье. Что могут сделать близкие». И также на сайте синодального отдела можно будет отдельно еще скачать новое издание данной книги с замечательными авторами, такими, как и процерей Илья Шугаев, известный церковный писатель, книги которого перейдены на несколько языков, в том числе на немецкий, сербский, украинский языки, и греческий также. И известный психолог Екатерина Савина, которая тоже уже много лет помогает людям преодолевать алкоголизм. Вот в этой книге они рассказали о том, что могут делать близкие. И я думаю, что это одна из самых востребованных книжек по алкогольной проблематике. Она всегда нужна, ее всегда спрашивают. Также сегодня вы сможете скачать «Школа трезвости», методическое пособие для приходских общей трезвости. Отца Игоря Бачинина, о котором я сегодня уже говорил, это наш батюшка из Екатеринбурга, наш коллега, наш такой старший товарищ, который уже много лет занимается проблематикой преодоления алкоголизма. И одной из самых его эффективных форм работы это «Школа трезвости», так называемые десятидневные занятия. По вечерам они проходят, группа набирается, в этих группах участвует до ста человек. в этих занятиях и в течение десяти дней по два часа вечерами эти люди приходят, желающие избавиться от алкоголизма. И эти занятия он ведет уже буквально с 88-го года. И через них уже прошли тысячи людей. И на мой взгляд, они очень эффективны. Цель этих занятий замотивировать человека, чтобы он захотел жить трезво. и рассказать ему, как ему может в этом помочь духовная жизнь, церковная жизнь и какие-то практичные навыки того, как можно отказаться от употребления алкоголя и табака. Вот в этом методическом пособии, который называется «Школа трезвости», можно будет с этим методом ознакомиться. и также я уже говорил, что отец Игорь проводит в Екатеринбурге такие занятия, можно приехать к нему, периодически организуем там обучение во время этих занятий, посмотреть, самим пройти эти занятия, посмотреть, как они проходят и приехать для того, чтобы лично на своем таком собственном опыте убедиться, насколько это эффективно и познакомиться можно будет даже с теми людьми, которые проходили в свое время эти занятия. И также эта книга сегодня можно будет ее скачать, посмотреть, почитать. Ближайший месяц новое ее издание также выйдет на сайте Синодального отдела в наших методических пособиях. будет доработано, расширенное и добавлено материалы другой книги отца Игоря «Как создать общество трезвости на приходе». Второе издание этой книги, обложка, которую мы сейчас видим, «Школа трезвости», оно будет фактически две книги содержать. «Школа трезвости» и «Как создать общество трезвости на приходе». Будет, я считаю, для всех нас, для вас очень полезным и востребованным. Ну, несколько слов хотелось сказать о большом таком нашем социальном проекте «Трезвенная школа слета у Вильды». Вот указан сайт этого слета «слет74.ру», который ежегодно проходит в Челябинской области. Порядка тысячи человек со всей России приезжают для того, чтобы с летом накануне праздника Иоанна Претечи Рождества Иоанна Претечи для того, чтобы вместе поучиться, поработать, обменяться, опытом, вдохновиться, отдохнуть, в том числе, там, замечательное озеро и зарядиться таким вот как бы желанием трудиться и общаться вот на вот это «Трезвенное служение». Всех вас приглашаем на это мероприятие. Ну, одним из таких самых серьезных наших проектов на сегодня является день трезвости 11 сентября. по балкционисту Патриарха Кирилла по решению Священного Синода Русской Православной Церкви вместе с концепцией подразделения трезвости было решено возобновить празднование Дня Трезвости 11 сентября, в котором сегодня принимает участие вся Церковь. Ежегодно Святейший Патриарх Кирилл готовит послание к Церкви, которое читается в храмах по всей нашей стране. для того, чтобы призывать людей к трезвому образу жизни, призывать членов Церкви к участию в деятельном служении по преодолению алкоголизма. И вообще 11 сентября сегодня набирает такой вот становится очень массовым большим мероприятием. надо сказать, когда мы начинали работу по Дню Трезвости в первый год в 2014 году всего 80 сообщений написали средствами массовой информации, что по инициативе Русской Православной Церкви праздновался День Трезвости 11 сентября. В этом году в 2017 было огромное количество событий проходило по всей стране по инициативе православных организаций в регионах нашей страны проходят праздники, обучения, конференции, уличные консультации с участием и государственных специалистов, и православных таких активистов. И огромный интерес у средств массовой информации есть к этому мероприятию. Например, в этом году уже 4700 средств массовой информации с удовольствием и с интересом рассказывали, как по инициативе Русской Православной Церкви День Трезвости празднуется во всех регионах нашей страны. И надо сказать, что Министерство здравоохранения активно включилось в эту работу. Оно направляет ежегодно сейчас письма губернаторам в необходимости участвовать в мероприятиях праздника и в регионах, а во многих органов государственной власти принимают активное в этом участие. мы попробуем показать пару небольших сюжетов на тему того, как 11 сентября проходит в регионах. Например, в Калининграде. С таким размахом День Трезвости не отмечали в регионе еще никогда. Только на территории парка Калинина главная сцена и более десяти тематических площадок. Юные жители города пробуют свои силы в рисовании и составлении аппликаций, а гостям постарше организаторы предлагают коктейль «Мохито». Само собой в безалкогольном варианте. Все начинается с детства. Когда человек видит, что вокруг него алкоголь это не норма, а норма здорового образа жизни. И даже если он в какой-то момент попадется под соблазн, под некоторое, все-таки молодежь растет, пробует разное, то он, вспоминая вот это хорошее из детства и светлое, он сделает выбор. Мы надеемся, что он сделает выбор трезвой жизни. По статистике еще в 90-х годах прошлого века Россия была одной из самых непьющих стран. Пристрастились к горячительным напиткам россияне только в начале нулевых. Теперь количество выпитого зелья ежегодно падает, но с последствиями алкогольной эпидемии врачи борются до сих пор. Трезвость, норма жизни, то есть мы не говорим, что это должны быть какая-то назидания, да, это должно быть нормальное, естественное поведение. Вот это наш коллега, главный нарколог. Мы начинаем трезвить и это все заканчивается то, что мы видели в подъемках, и так далее, и так далее. А когда человек не пьет, потому что он не хочет, вот это задача наркологии. Преимущество трезвой жизни на своем примере показали представители слэк-лайна, популярного сегодня вида спорта. А поднять градус, правда, эмоционального накала, удалось вокальным и танцевальным ансамблям города. Самое главное для нас и для администрации города это профилактика негативных явлений и социального поведения среди детей и молодежи. Каким образом? Наверное, это привитие здорового образа жизни и самое главное формирование семейных традиций. Безалкогольный фестиваль решено провести и в следующем году. Всего за 6 часов День трезвости приобрел масштаб народных гуляний. Но здесь, в отличие от других городских праздников, согревались только чаем. Кирилл Сергеев, Антон Антипин, Вести, Калининград. Вот сейчас будет короткий ролик. Меньше минуты про Новосибирск. В Новосибирске в воскресенье отметили День трезвости. Приурочен к дате. 100 лет назад Православная церковь учредила 11 сентября как день воздержания от спиртных напитков. В Новосибирске в Нарымском сквере организовали несколько площадок, чтобы показать, как можно проводить время без алкоголя. Пригласили заняться спортом, выпить чай с печеньем, поучаствовать в играх, мини-конкурсах и потанцевать. Идею горожане поддержали. Организаторы признались, что не ожидали увидеть так много людей на Рымском сквере. Даже больше скажу. Многие вещи люди организовали сами. То есть, они сами обращались, сами подходили с инициативами выступить, что-то провести, какое-то мероприятие. Допустим, спортсмены или казаки. Вот. Повторюсь уже, что День Трезвости вызывает такой вот большой интерес и органов власти, и общественных организаций, которые вместе с православными приходами, с епархиальными обществами трезвости активно в регионах занимаются продвижением профилактических программ и проектов и рассказывают о тех реабилитационных программах, которые есть в православных епархиях. Вот так выглядят плакаты проекта «Трезвый город», который сегодня можно вот там внизу написан адрес «Трезвый город РФ», можно заказать их для размещения на городских социальных поверхностях. Вот так выглядят какие-то большие информационные счеты в регионах в Новосибирске, в Калининграде. Вот такие вот проходят мероприятия семейные в публичных пространствах, в парках, в сферах, где люди вот там общаются, фотографируются и говорят о трезвом образе жизни. Для того, чтобы, конечно, заниматься серьезной деятельностью по профилактике преодолению алкоголизма, конечно же, нужно много учиться, изучать различные подходы, методы. И вот цикл интернет-семинаров, который сегодня проходит через вебинар обучения нашего синодального отдела, в том числе для вас будет рассказывать о этом направлении. Но также мы можем, если вы серьезно планируете заниматься этим в епархиях, по вашей просьбе приезжать к вам и привозить специалистов в епархии на однодневные, трехдневные семинары. Можно ездить туда в те регионы, где такие семинары проходят. Обычно чаще всего у нас такие семинары мы проводим в нашем учебном центре в Екатеринбурге. И также можно заочно получать повышение квалификации по курсу психологии в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. У нас есть учебные группы при Российской Христианской Гуманитарной Академии. Можно получать такое обучение. если вы захотите учиться мы можем вам помочь. вот также у нас есть в свое время издавалась книга для ведущих групп трезвости о том, как проводить такие группы. Она выложена у нас на сайте Синодального отдела по церковной удовлетворительности и желающим я могу прислать если вы попросите видео записи вебинаров они есть кстати у нас и на сайте вот этот курс обучения для ведущих групп которые проводила несколько лет назад Екатерина Севастьянова и также можно ознакомиться на сайте Синодального отдела с ее методическим пособиям если говорить более так подробно о трехдневных семинарах которые проходят в Екатеринбурге мы там готовим ипрахиальных ипрахиальных специалистов вот на таком базовом семинаре в течение трех дней мы учимся создавать общество трезвости учим планировать деятельность учим основам профилактики рассказываем о биопсих социодуховной модели выздоровления зависимости и показываем различные формы работы на приходе вот вот информация о российско-христианской гуманитарной академии РХГ в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге вот это вот координаты подразделения РХГ в Екатеринбурге но можно такое же обучение в Санкт-Петербурге проходить психологическое вот тут несколько у нас торопится слайд-шоу наше есть несколько замечательных групп в социальных сетях это православный портал трезвения ВКонтакте и Фейсбуке там можно узнавать какие-то практические новости интересную информацию можно на них подписываться и принимать в них участие это православный портал трезвения называется эти группы есть интересный проект чистый взгляд свобода выбора это группа ВКонтакте который рассказывает об информации о негативной информации как и противостоять в интернете этот проект таким может быть интересен серьезно настроенным молодым людям и подросткам в том числе в этой группе рассказывается о таких проектах программах и событиях в преодолении алкоголизма очень торопится наше слайд-шоу на ютубе на ютубе в ютубе есть наш канал называется канал трезвения и там тоже интересные ролики информационные которые можно распространять в социальных сетях смотреть часть сегодняшних видео там можно увидеть в современном мире к сожалению невозможно без интернет-общения без социальных сетей и вот на данном слайде мы показываем как в наш старший коллега старший товарищ Владимир Романов Легойда руководителей синодального информационного отдела вот он великим постом пишет у себя в фейсбуке о том что не употребляет алкоголь одна из таких действенных церковных мер по профилактике алкоголизма алкоголизации многие духовники советуют людям которые задумываются об алкогольной проблеме или не задумываются но просто духовники это видят и им советуют в меру такую для себя применять в пост полностью отказаться от применения алкоголя и для многих это бывает полезно потому что человек начинает видеть есть у него зависимость или нет то есть если у человека есть зависимость он начинает испытывать ну такое неудобство переживать нервничать и начинает понимать что алкоголь имеет какой-то вот над ним власть более чем он хотел бы конечно и многие люди просто после этого вообще отказываются от применения алкоголя когда видят что у них уже зависимость началась мне приходилось с такими людьми встречаться ну это хорошая такая оградительная мера делать такие как бы перерывы для любого человека это понятно конечно же вот ну может быть у нас есть уже какие-то вопросы вот можно поговорить и о том что вас интересует дорогие участники не вот здесь смотреть надо поднять да наверно бегунок выше это вопросы надо надо открыть это да хорошие вопросы тут миланья примилова москва валерий эксантинов бездомные люди как правило это сильно пьющие люди алкоголики как помочь начать лечение от алкоголизма для бездомной женщины алкоголика которая всегда просит милостыню возле нашего храма как вы думаете возможно излечить ее и других бездомных если вообще теоретическое желание излечиться есть но имеется слишком много факторов тянущих вниз ну я думаю что ну мне приходилось встречать людей которые имели алкогольную зависимость из женщин в том числе и были бездомными но у них было желание отказаться от употребления алкоголя и это долгий путь конечно чудесных рецептов здесь нет есть люди которым и в Москве организации которым это помогло я думаю что будет лучше если вы мне позвоните уважаемая Миланя я думаю что мы попросим мой телефон мобильный вам передать как-то и мы постараемся с вами подумать куда можно эту женщину направить в какой центр медикаментозно если она жила в Москве когда-то у нее была прописка ей можно помочь пройти наркологическое лечение если такой прописки не было можно подумать куда ее можно направить сегодня такие места есть конечно же очень важно ее желание будет так Наталья Русина город Слюдянка Иркутская Валерий Ксантинович а с пожилыми старыми давно пьющими людьми вы работаете есть у вас опыт помощи таким людям и в случае их полного исцеления от пьянства вообще возможно исцелить от пьянства старого привыкшего за свою жизнь пить человека отец пьет только водку никаких ругатов не признает он не агрессивный выпьет спит теряет здоровье семенедельными шагами теряет интеллект очень его жалко ничем помочь не можем он не хочет исцеления водку достаёт сам просит соседей пенсии на это дело у него хватает что тут можно сделать но вот бездомные и люди такие престарелого возраста это самая сложная категория часто они действительно не хотят отказаться от употребления алкоголя ну конечно как православные люди мы здесь можем и должны обязательно молиться и надо смотреть всё-таки какое ну что с интеллектуальным состоянием человека если интеллект сохранный то я думаю что есть шансы достучаться вот до него ну я бы рекомендовал несколько книг здесь во-первых посчитать это их можно найти в интернете например книга Вернон Джонсон как заставить наркомана или алкоголика лечиться Вернон Джонсон как заставить наркомана или алкоголика лечиться это хорошая книга которая рассказывает о том как вот можно повлиять на члены семьи и также есть наш российский автор это нарколог Зайцев сейчас я книгу его название не вспомню ну вот что-то типа алкоголь там друг враг господин как-то так по-моему называется ну вот у Зайцева есть две или три книги и они все в принципе могут быть полезны и родственникам и самим зависимым по по созависимости книга очень хорошая и конечно же вот я рекомендую вам прочитать в первую очередь книгу которую сегодня вы можете скачать алкоголик в семье что могут сделать близкие вот я думаю что она конечно же будет очень полезна также Наталья Русина спрашивает очень нужны буклеты запишите меня ну хорошо постараемся вас записать но я думаю что вы сможете скачать нашу вот мою презентацию вебинара она называется вебинар 22.12.2017 она будет приложена к нашему здесь к нашему вебинару и там кстати есть и телефон по которому можно мне позвонить уважаемые участники там добавочный номер 145 143 145 145 это мой номер можно позвонить и я с удовольствием вам отвечу подскажу помогу вот ну и с буклетами Наталья тоже вам постараюсь помочь Синица Лидия Беларусь Витебская область город Поставы можно ли излечить пожилого человека алкоголизма если он сам не считается алкоголиком и большого желания излечиться у него нет почитайте книгу Зайцева я уже говорил в интернете она есть по-моему называется как-то без исцеления алкоголика без желания больного ну не так точно но приблизительно попробуйте посмотреть может быть какая-то информация будет вам полезна и также книга Вернона Джонсона я уже ее называл сегодня как заставить Вернон Джонсон как заставить наркомана или алкоголика лечиться она тоже есть в интернете Марина Белозерова Кириллов Олег Александрович очень интересует профилактика алкоголизма среди детей алкоголезависимых то есть я так подозреваю что эта тема что есть какие-то взрослые алкоголезависимые как заниматься профилактикой алкоголизма у детей ну основы некоторые основы профилактической работы с детьми и подростками у нас есть ну у нас будет вебинар я думаю на эту тему отец Илья Шугаев об этом будет говорить так же так же есть начальные такие материалы в методическом пособии для пасторей по социальному служению преодоления алкоголизма я сегодня о нем говорил оно так же есть будет приложено его можно будет скачать и посмотреть там по молодежи подросткам детям есть отдельный раздел там основу информации можно почерпнуть Евгения Петрова город Колпашова как работать в направлении трезвости на приходе если большинство прихожан и даже священство нет понимания необходимости трезвого образа жизни аргументы приводят разные от того что даже в Великий пост есть разрешение на вино и лей до того что вино используется в Евхаристии большинство верующих стоят за культуру пятийства а не за полное воздержание очень трудно найти понимание и поддержку даже среди верующих ну это действительно Евгения Петрова это действительно очень такой важный насущный вопрос и дело в том что полностью отказываются от алкоголя у нас вот так получается те православные люди не только православные которых либо самих коснулась алкогольная зависимость либо алкогольную зависимость попали их близкие то есть люди понимая трагизм ситуации отказываются от употребления алкоголя по этим причинам я понимаю ваши такие переживания но еще раз вам тоже могу рекомендовать книжечку тут вы говорите о аргументах которые приводят разные люди вот книжечка методической пособии для пастырей по преодолению алкоголизма по социальному служению в сфере преодоления алкоголизма которая сегодня выложена ну так если ее внимательно почитать там вы получите ну такие интересные аргументы для общения с прихожанами со священниками можете им просто дать почитать эту книгу как-то ее распечатать если вы будете там в москве я вам могу дать ее эту книжку там в печатном виде и там достаточно много об этом рассказывается но если говорить о разрешении в пост вина то это известная ссылка из Типикона о там двух или трех красавулях вина которые якобы разрешает хотя ну да дозволяет Типикон и удивительно очень было мое открытие когда я будучи новоначальным христианином знакомился с приходской жизнью вот я помню первый великий пост Пасха мы все ждем вот трапезы разговорения приходим в храм там на столе стоит праздничное такое угощение и несколько смущаясь кто-то из священнослужителей говорит вот ну да вот у нас стоит там алкоголь там водка там еще что-то ну вот и вспоминается тут же Типикон в любой такой православной компании в такой момент вспоминается Типикон что вот Типикон дозволяет там сколько чаш вина вот ну стоит водка и вот вспоминается Типикон про несколько чаш вина это уже некое несоответствие с одной стороны с другой стороны вот я как новочальный христианин и тут важный такой миссионерский такой посыл церковный я подумал в тот момент что Типикон это какая-то такая ученая православная книга о том как правильно есть и выпивать вот это конечно ну достаточно смешно но вот я как бы ничего этого не знал что это книга ну во-первых о церковном уставе и о бухслужении и о том как молиться православному человеку но несколько лет я думал что это вот книга про еду и алкоголь такая церковная какая-то важная книга и это вот то такое бытовое миссионерство в кавычках которое присутствует иногда у нас в церкви к сожалению хотя вот руководитель социального отдела московской городской епархии отец Михаил Потокин в свое время даже написал статью на эту тему о том что вот считает что в наше время отказ от употребления алкоголя в пост для православных христиан важнее даже чем отказ от мяса вот хотя не все так к сожалению считают вот ну и он тоже как раз у него я подчеркнул вот это понимание типикона на том что в типиконе очень много чего написано про вино тоже написано но написано еще про еду конечно же немножко но много про то как молиться вот и отец Михаил в своей статье на сайте мосердия рую можно найти про рождествен кипост он там пишет несколько лет назад по моему 2011 году или 2012 была статья он там предлагает что вот если вы исполняете меру типикона что какой-то если священник или мирянин он молится так как в типиконе написано а там очень много написано сколько надо молиться у нас мало кто даже среди священников может вообще жить по типикону и соблюдать молитвенные вот этот устав церкви по всей полноте тогда ему наверное вот это в пост не повредит какое-то количество вина если такой человек вот такую будет иметь физическую и духовную силу вот но почему-то большой интерес у нас вот вызывает объем рекомендуемого алкоголя в пост но содержание молитв вот в типиконе мало из нас кто хочет вообще с вами читать поэтому вот тем кто вспоминает про типикон я вот как раз рассказываю вот эту историю вот ну как-то она находит отклик понимания часто ну в общем Евгения Петрова вот ваш вопрос он ну как бы отражает реальное положение дел сегодня в нашей церкви вашу боль и боль других людей кого затронула алкогольная проблема и мы как раз вот задача в том числе и нашего сегодняшнего вебинара и вообще всей нашей работы в православных приходах в наших нашим батюшкам и мирянам рассказать о вот миссии миссии церкви такой вот трезвенной о том что церковь это конечно же место где мы все учимся любить и вот вообще мы в жизни призваны научиться любить Бога научиться любить ближних вот как раз отказ от алкоголя для людей не имеющих зависимости это наше церковное проявление любви страдающим людям потому что вот к этому нас призывает апостол Павел в послании к римлянам 14.21 рекомендую прочитать этот отрывок послание к римлянам 4.21 и там говорится о том что если обратно притыкается или не могает говорит апостол Павел не буду есть мясо и пить вина для чего какой смысл не пить вина апостол если он видит что кто-то вот притыкается и соблазняется и изнемогает вот если человек соблазняется то от употребления алкоголя то долг вот православных христиан и здесь я разделяю вот призыв апостола Павла отказаться от употребления может быть для конкретного человека не очень опасного но опасного для того кто имеет слабость такое это вот деятельное проявление любви и всем нам еще предстоит на самом деле этой любви научиться конечно ну надо как-то друг другу об этом рассказывать следующий вопрос Марина Белозерова Кириллов тоже уже был вопрос от Марины Валерий Александрович в чем особенность реабилитации алкоголя зависимых людей творческих профессий к примеру музыкантов но особых каких-то программ прям-таки очень эффективных именно для людей творческих профессий я не знаю особенности надо сказать что все люди разные вообще все люди разные у всех есть свои особенности вот если проводить аналогию допустим с умением плавать плавают люди все вот разным стилем кто-то брасом кто-то кроликом кто-то собачий а вот тонут все люди одинаковые вот к дну идут вот к сожалению это я про то что люди спивающиеся они все одинаково выглядят непрезентабельно совершают одинаковые ну нехорошие поступки по отношению к самому себе к собственному здоровью к собственной душе и к близким вот и есть какие-то ну революционные программы в которых человек знакомится вот с проблематикой алкогольной и она как бы ну у всех одинаковая по большому счету и с тем что делает с его психикой с его душой с его сознанием алкоголь и вот в том числе вот на этих школах трезвости или в революционных православных центрах или светских хороших или государственных хороших революционных центрах в принципе ну как бы программы разные но смысл как бы в этих программах один первое что человек должен захотеть преодолеть во вторых научиться жить трезво а это обучение состоит из обучения наблюдения за собой за своими мыслями за своими поступками за своим состоянием психологическим эмоциональным духовным вот и это часто бывает такая долгая кропотливая работа и близких самих и зависимого на многие годы вот вот что хотелось ответить на ваш вопрос Марина из Кириллова Елена Гребенек город Северск у нас небольшой город мы считаем слезообразным работу с зависимыми начать с организации общей группы взаимопомощи для членов семьи близких и друзей алкогольных зависимых как вы считаете возможно ли будет полезен такой формат групповой работы такой формат существует наиболее эффективный все-таки формат разделенных групп родственников и зависимых ну начинать можно и с совместной группы вот так называемые там семейные клубы трезвости они практикуют совместные занятия и также на сайте нашего социального отдела в разделе методических пособий можно скачать пособие называется группа трезвости при храме там подробно расписывается о том как создать такую группу автор Екатерина Севастьянова если вы захотите можете там мне написать или позвонить и лучше написать и позвонить и мы вам сбросим ссылки на видео обучение из восьми занятий как такие группы организовывать это к этой методичке группа трезвости при храме я думаю что такой формат можно начать совместно посмотреть что получится может быть потом какие-то раздельные группы сделайте позже через несколько месяцев или через несколько лет спасибо за хороший вопрос Елена Светлана Бредихина город Невельск а в Питере обучение платное да в РКГ обучение платное обучение имеется ввиду на психологическом факультете Российской Христианской Министерной Академии Марина Белозерова Кириллов еще раз Марина активно участвует сегодня спасибо Марина Галерий Кисачевич как совместительно приходит к примеру на праздниках пьющих прикажан и трезвенников они очень легко совмещаются если целью праздника является общение молитва то это легко совмещается если нет каких-то таких перекосов в содержании этого общения если главное не совместная выпивка такое радостное праздничное общение то это совмещается конечно же для человека который сегодня вот употребляет алкоголь находится в зависимости тяжело ходить на праздники где употребляют алкоголь первые первые по крайней мере там недели месяцы для кого-то годы но таким людям мы всегда есть такая рекомендация мы советуем вам нужно ответить себе на вопрос честно для чего вы идете на это мероприятие вот если вы хотите все-таки испытать это похмельное такое хмельное скорее такое вот веселье то наверное вам лучше не ходить а если вы есть дорогие люди ради которых вы там участвуете то наверное можно вот но также мне известен пример многих храмов многих приходов где приход объявляется территорией трезвости если там есть пьющие прихожане и на совместных приходских праздниках в таких приходах алкоголь на стол не ставят ну для меня это вот такой хороший пример проявления деятельной такой христианской любви и снисхождение как я уже сегодня цитировал апостола Павла послание к римлянам 1421 снисхождение к немощам других людей вот и почему это важно немножко сейчас еще об этом скажу дело в том что человек имеющий алкогольную зависимость алкоголизм это такая психологическая психическая проблема и врач который лечит алкоголиков называется психиатр-нарколог то есть это как бы ну психиатр занимается алкоголиком и вот человек имеющий алкоголизм имеет такую психическую проблему один один из главных признаков наличия психических проблем это отсутствие критики критического мышления то есть человек не может честно посмотреть на то в каком состоянии что с ним правильно он думает или неправильно и вот как нарушается критическое мышление у алкоголика алкоголик считает что его проблема находится в том что он не умеет правильно пить и ему он считает нужно правильно научиться пить и часто даже православные люди ему говорят ну ты пей правильно там ну там понемножку там закусывай там запивай там меняй там напитки правильно бокал наливай вот это совершенно неправильно дело в том что конечно же алкоголик не хочет себя считать алкоголиком не хочет себя считать психически больным не хочет себя считать ущербным он хочет быть нормальным как все нормальные люди нормальные люди это те люди он считает которые могут пить умеренно и соответственно для алкоголика такого человека с некритичным некритичным мышлением неправильным вот идея фикс становится научиться пить как все нормальные люди И он может какое-то время воздерживаться, а потом каждый раз, часто приводит образ такого боксера, который выходит на ринг и начинает вступать в спарринг с неравным противником. Он встает, падает, встает, падает, и алкоголик это как раз такой человек, который может всю жизнь положить на то, чтобы научиться пить правильно. И у него так не получается, и вот если не найдется человек, который ему объяснит, что он, и поэтому и алкоголик, что он никогда не сможет научиться правильно пить, и единственный вариант для него жить трезво, то даже такой человек, если он не встретит таких людей, которые ему это объясняют, он может даже погибнуть. И вот наша задача деятельности христианской любви заключается в том, чтобы это людям объяснить и идти им навстречу, и может быть показать, что нормальные люди тоже могут быть счастливы, могут радоваться, молиться, праздновать церковные праздники, общаться без алкоголя на столе. Я таких приходов знаю, много у нас есть, во многих приходах уже сегодня становится таким хорошим тоном, на праздники не ставить алкоголь, совершенно придумывать какую-то концертную программу, общаться, молиться, петь песни, читать стихи. Можно очень радостно отметить любой праздник. И вот таким образом можно, как спрашивала Марина, пьющих прихожан и трезвенников совместить. Вот можно очень хорошо их совместить, если пьющие на церковных праздниках не будут выпивать. Но если это невозможно по каким-то причинам, ну не хотят люди, хотят они так праздновать, ну значит, надо как-то к этому спокойно относиться. И если совсем тяжело, если человек может сорваться от этого, тогда на такие праздники не надо ходить, можно поискать другой приход. Либо поговорить с настоятелем, что он скажет, ну объяснив, что там человеку очень сложно присутствовать на таких праздниках. Следующий вопрос. Евгения Петрова, тоже из города Колпашова, уже сегодня тоже задала. Спасибо за вашу активность. Что делать, если на приходе есть немного людей, которые хотели бы делать хоть немногое в плане трезвенки, но не человек, который бы взялся за руководство. Как быть? Евгения, ну а значит, надо стать таким человеком, который взялся за руководство. Читал бы какие-то новости, информацию, рассказывал бы. Ну, в общем, надо найти кого-то, кто бы за это взялся. Вместе вам надо собраться, обсудить, вот чего вы хотите, вот почитать литературу, которую сегодня мы выложили, и подумать, о которой рассказали, и подумать, как вам выходить из этого положения. Марина Белозерова из Кириллова опять. Валерий Александрович, где грань контролируемого пьянства и уже болезненного алкоголизма? О, хороший вопрос. Где грань контролируемого пьянства и уже болезненного алкоголизма? Что такое контролируемое пьянство? Ну, пьянство это не медицинский, скорее, термин, конечно же. Это, на мой взгляд, пьянство это такая форма употребления алкоголя, когда, ну, некая начальная стадия алкоголизма. Ведь вот это явление пьянства на самом деле это человек этим самым названием он как бы пытается себе доказать, что я не алкоголик, я пьяница. Ну, пьянство это просто начальная стадия алкоголизма. Просто у нас принято себя оправдывать, себя как бы обелять и говорить, что вот там я не алкоголик. У нас, опять же, в книге этот вопрос можно почитать про пьянство и алкоголизм. В чем отличие в книге, в которой сегодня выложено методическое пособие для пастырей по социальному служению в сфере преодоления алкоголизма. Вот. алкоголизм, я на днях прочитал исследования американского одного университета, они взяли вот популяцию некой людей, большую, и обнаружили, что 16% людей, которых они обследовали, задавали вопросы, тестировали, не имели признаков алкоголизма, то есть это были как бы здоровые люди, но 16% из общего числа людей с интересом, даже была тема не пьянства, а с интересом относились к любой информации о пользе алкоголя. То есть люди вот в сознании, какие-то статьи, какая-то информация о том, что алкоголь там в чем-то полезен, в состояниях, в здоровье, где-то там в настроениях, различные виды алкоголя, они читали, специально такие материалы отмечали, в интернете их читали, там смотрели какие-то там передачи на эту тему, так вот через несколько лет из этих 16% людей, практически 100% получили стадию алкоголизма определенную, то есть этот американский университет сказал, что они сделали открытие о существовании преднулевой стадии алкоголизма, то есть когда нет никакой болезни, но когда она обязательно будет, то есть на самом деле, это конечно же речь идет о таком духовном явлении, духовном, душевном или психологическом, то есть когда у человека есть интерес к употреблению алкоголя, то есть это даже еще не пьянство, но это уже начало проблемы, ну а что говорить о самом пьянстве, это всего лишь форма начальной стадии алкоголизма, на мой взгляд. Михаил Маркин, Кумертау, «Зайцев мой алкоголизм и созависимостью умения любить». Да, спасибо, Михаил, это вот я как раз имел в виду в первую очередь книгу «Созависимостью умения любить», когда говорил о книгу для родственников. Мария Шейкина, «Хандапога», «Угловая теория признается адекватной общественностью». «Угловая теория признается адекватной общественностью». Немножко я не понял вопрос. Предполагаю, что речь идет об докторе Углове, известный такой светский лидер трезвенного движения. Я ничего сейчас не могу сказать о теории, но это известный такой был общественный деятель в Советском Союзе, который сделал много для того, чтобы привлечь внимание проблемами алкоголизма. В этом смысле, конечно же, его заслуга очень большая. Какие-то отдельные его взгляды по поводу кефира. Лично я не разделяю его, кефир я люблю. Марина Белозерова, Кириллов. Валерий Александрович, что же по вашему опыту в итоге оказывается в самом продуктивном деле подлинного возвращения алкоголика в жизнь? Группы, обеды, трезвости, проживание в репсцентрах, молебны, пиваемые чаши, что-то еще. Ну, все это вместе и что-то еще, конечно же, Марина. Ну, это разговор на много часов, на много лет. Вот. Необходимо понимать, что люди разные и для людей могут быть разные подходы, разный объем помощи. Вот. Так, Наталья Русинова, Слюдянка, Иркутская область. Спасибо за ваши, за ваши несколько вопросов. Наталья, практика 12 шагов. Признается для помощи алкоголезависимым православным 12 шагов в виде видеолекции в сети я не нашла. Так. Ну, это такая давняя дискуссия в православном нашем обществе. есть два подхода к 12 шагам анонимных алкоголиков. Есть люди, которые считают, что это плохо, есть люди, которые считают, что это хорошо. Ну, могу сказать, что в Москве в нескольких храмах есть 12-шаговые группы анонимных алкоголиков, и при Даниловом монастыре есть программа Метаноя. Можно в интернете найти их сайт. Программа Метаноя. И при Даниловом монастыре руководители этой программы Иона Займовский, Игумен. И там они рассказывают, как они помогают людям, посещающим 12-шаговые группы, познакомиться с православием. Вот. И помогают людям найти Христа. Те, кто посещает такие группы. На взгляд наших батюшек, которые анапритическое братство трезвения, существуют люди, которые, ну, большое количество людей, которые не могут в церкви получить помощь. Ну, вот, душа у них, не знаю, еще не готова к принятию таких вот глубоких духовных решений, слабая вера, для них 12 шагов могут помочь начать трезво жить. Но у меня есть много знакомых, которые когда-то начинали ходить на 12-шаговые группы, потом церковились. Вот. Это такие, как бы, параллельные методики православные и 12-шаговые. Есть где-то какие-то пересечения. Вот наши православные батюшки из анапритического братства трезвения говорят, что если на приходе есть 12-шаговая группа отдельно и православное общество трезвости отдельно, ну, это лучше. Тогда, ну, как бы, люди, которые 12-шаговые группы посещают, когда им становится уже недостаточно вот того, что там есть, они начинают начисоваться с руховной традицией и тогда православная общество трезвости может им, конечно, оказать всяческую помощь и поддержку. Татьяна Баслина из Ворсмы есть среди знакомых пьющие люди, которым очень хочется помочь, которые согнались в ближайший социальный революционный центр для изучения, но цены там огромные для провинции. Откуда у пьющих такие деньги? Нет ли таких бесплатных благотворительных центров? Что посоветуете? Спасибо, Господи. Ну, я хочу посоветовать вам сайт трезвоинфо, там есть телефон, к которому можно позвонить и спросить по поводу бесплатных центров. Ну, есть такой центр бесплатный Дом Надежды на горе в Санкт-Петербурге для алкоголиков, он бесплатный. Вот, и большинство православных центров реабилитационных, информация о которых можно найти на сайте трезвоинфо, например, они берут человека, ну, часто они вынуждены просить какие-то деньги, потому что нужно платить за коммунальные услуги, платить зарплату специалистам, просто покупать продукты питания, но часто они, ну, могут взять за любую посильную плату, ну, вот, то, о чем выговорит, Татьяна, это центры, часто светские, чисто коммерческие, цель которых вот, зарабатывать денег в православных центрах, как правило, человека могут даже взять бесплатно, если у него нет денег. Елена Козеева, село Чемодановка, мужчина, 38 лет, сначала наркоманил, сейчас уже долгое время пьет, лежал неоднократно в вибрационных центрах, хватает наотрезную жизнь после выпуска на неделю, хотя отец многодетной семьи, как можно ему помочь, и вообще это возможно? Я думаю, что возможно, один из моих знакомых, вот, профессор-нарколог, Тарас Дудко, он, Тарас Николаевич, он говорит о том, что специфика наркологической проблематики заключается в том, что человек, если какой-то ему объем помощи оказался, вот, ну, что-то ему не помогло, есть такой принцип увеличения объема помощи, то есть, если человек ходил на какие-то группы, ему не помогало, значит, ему нужно революционный центр, а если он был месяц в революционном центре, ему не помогло, значит, ему нужно на полгода, если полгода не помогло, значит, ему там на год, на два нужен революционный центр, ну, вот, такой подход можно применять. Галина Кабанова, Ростов-на-Дону, как православная церковь относится к кодировкам, какие последствия несут подобные мероприятия? Ну, про кодировки у нас есть отдельный раздел в книге «Алкоголик в семье» и в книге «Методические пособия для пастырей по состоянию служения в сфере преодоления алкоголизма». Там мы это так немножко разбираем. Но, если коротко, то под кодировками часто имеются разные совершенно друг на друга непохожие явления. чаще всего кодировка это лечение страхом в церкви. Все-таки в церкви приветствуется не путь страха, а путь любви, путь исцеления. То есть, Господь исцеляется через любовь. Но, также еще говорят, что страхом невозможно человека исцелить, освободить, но остановить можно. То есть, мы знаем пример, когда человек чего-то испугавшись каких-то последствий со здоровьем, например, или что-то ему привиделось, когда он употреблял алкоголь, останавливается от такого употребления. Но, так называемые медицинские кодировки, они не так страшны, там человеку просто пугают, что он умрет, если будет употреблять алкоголь. Это не церковный метод, если его используют я знаю даже православных священников, наркологов, там, по-моему, есть в Ивановской области, еще где-то, которые работают наркологами и применяют кодирование тем людям, которым уже ничего другое не помогает. Ну, это допустимо, но часто бывают еще различные жулики, шарлатаны используют оккультные методы, которые тоже пытаются называть кодированием, какие-то там магические пассы, магические жидкости, ну, конечно, это какое-то темное, какое-то бредовое темнота, в смысле, что это к просвещению никакому не имеет отношения, ну, такое мошенничество, или оно бессмысленное, неэффективное, или вредное, может быть, даже, вот, ну, как может церковь относиться к мошенничеству, обману, вот, конечно же, плохо, ну, само, само кодирование, смысл кодирования, это лечение страхом, запугиванием, ну, как бы, церковь не может как бы заниматься так вот запугиванием, поэтому это не путь исцеления, путь остановки, но не исцеления, вот, и, конечно же, у церкви другие методы, Марина Делазерова, город Кириллов, Валерий Александрович, очень интересует, проходит ли созависимость после устранения совместного проживания алкоголика, если происходит, то как скоро, один мой знакомый психиатр считает, что созависимость это, что нет такого явления, как созависимость, хотя я считаю, что есть, просто под созависимостью называют большой комплекс проблем, смысл которых заключается в том, что человек, живучий рядом с зависимым, страдает, и у него даже начинаются определенные психологические, даже часто психические проблемы, некая неадекватность поведения, мучительные переживания, одержимость мыслями о другом человеке, страдания, конечно, может пройти, и, конечно, от этого Господь может исцелить, вот, исцелить может только любовью человек, один, другого человека, может исцелить, любовью, Господь может человека и любовью исцелить, вот, людям, имеющим вот такую созависимость, я часто повторяю слова одного священника, который мне сказал, вот, что не бросай душу свою на костер чужих страстей, вот, при устранении такого вот искушения, как бы, постоянного, конечно же, может наступить облегчение, но часто люди меняют одного зависимого на другого, вот, конечно же, нужно менять жизнь, нужно менять отношение к духовной жизни, и тогда исцеление возможно. Светлана Бредихина, город Нельск, в классе моей дочери спиртной давно в ходу, 9 класс, хотелось бы заниматься профилактикой в школе, но нет науков, да и знаний. Ну, для начала рекомендуем вам, Светлана, познакомиться вот с теми рекомендациями, которые дает наша книжка методическое пособие по социальному, по для по подготовке пастори к социальному служению в сфере преодоления алкоголизма, оно есть вот в сегодняшнем вебинаре, и там основа, как бы вы сможете подчеркнуть, если нужна будет какая-то дополнительная информация, всегда можно с нами связаться. Наталья Орлова, Аланец, добрый день, в начале вебинара вы затронули тему алкоголизма в деревнях и малых поселениях, в деревнях, о правил пьянства, с режимом безработием, как правильно организовать зависимых на правильный образ жизни, ведь только беседы профилактики недостаточно, алкоголизм в деревнях молодеет, спасибо. Ну, я вам рекомендую ознакомиться с исследованием социологической группы Циркон, название исследования есть вот слайд-шоу, которое называется вебинар 22.0, 22.12.2017, его можно будет, это вот мой вебинар, там название исследования есть, в интернете его можно найти, вы познакомьтесь, там часть информации, такой важной по изменению ситуации в селе есть, и часто, к сожалению, только одной работой с зависимыми в селе, не меняя общей ситуации с отношением жителей, алкоголя, продажа алкоголя в селе, конечно же, часто нельзя ничего сделать, поэтому это такая, может быть, многолетняя работа, в том числе вот с сельским сообществом, с большим. Пехтовникова Валентина, Омская область, Сарагатская, у нас на приходе есть многодетная пьющая мать, которую лечили методом, батюшка беседует постоянно с ней, но ничего не помогает, у нее трое детей, опека уже грозит забрать, делать, делать, куда обращаться, как помочь, женщина проживает в Омской области. Ну, работа с женщинами такими, она очень сложная, ну, просто им тяжело самим по себе, но часто отъем детей для таких матерей становится стимулом для того, чтобы взяться за ум. Вот мне известен пример семьи, в которых муж и жена пили, у них детей отобрали, органы опеки, они как-то быстро пришли в себя, сейчас работают, с утра до вечера зарабатывают, вот, занимаются детьми, ну, как-то на них это повлияло хорошо. Вот, женщины надо работать индивидуально, может быть, ей помочь где-то пройти реабилитацию, пока детей кто-то к себе возьмет, ну, то есть, это всегда надо погружаться в проблему такой вот семьи. Марина Белозерова, Кириллов, Олег Александрович, еще вопрос о работе с детьми. Есть ли тема, которая запрещена затравить при алкоголь-профилярке и учащихся, имеется в виду возрастные цензы нашего информационного законодательства? Ну, такая рекомендация, что к детям в школу лучше не направлять людей, которые сами в прошлом употребляли алкоголь, то есть, я считаю, что это делать не надо. Каком спутник употребляли? Ну, имели алкоголизм или наркоманию? Ну, то есть, можно, но они не должны об этом говорить с детьми. То есть, случай, когда вот, многие так вот сектанты этим грешат, я считаю, приходят в школу и начинают рассказывать, вот я пил, я кололся, а теперь у меня все хорошо. Но это совершенно неправильный посыл. Вот. Ну, уважаемая Марина, вообще теме профилактики работы в школе нужно учиться, ну, как бы, это отдельная совершенно история ни одного вебинара, ни одного семинара, ну, прежде всего, могу порекомендовать вам программу Ладья. Вот, в интернете она есть, информация и координаты ее есть у нашей методички, о которой я сегодня уже неоднократно говорил, о методичке пособия подготовки по пастыре в социальном служении в сфере преодоления алкоголизма. Вот, там есть и ссылки на эту программу, на мой взгляд, она одна из самых интересных. Евгения Петрова. Можно ли самостоятельно, без специалиста, использовать метод Шичко для избавления от зависимости от алкоголизма? Если да, то где найти методические материалы по работе по этому методу? Уважаемый Евгений, вот, книга «Школа трезвости», который есть в сегодняшнем вебинаре про Терри Игоря Большини из Екатеринбурга, является таким вот, скажем так, переосмыслением метода Шичко на таком современном православном таком подходе. И там описано православное прочтение данного метода, и вы можете с ним ознакомиться самостоятельно и посмотреть, попробовать, может быть, вам это поможет. лучше, конечно, все равно обращаться, звонить там, хотя бы съездить кому-то поучиться. Вот. Мария Шейкина Кондопола «Как общаться на приходе с алкоголиком и как ему минимально помогать?» Ну, это тоже длинный разговор, уважаемая Мария. Ну, есть такой принцип, мне один флотский врач об этом рассказывал, «Принцип флотской медицины эвакуации больного от себя». Что это значит? Если вы врач на подводной лодке, то случилось тяжелое ранение, вы не можете его спасти, и вам нужно как можно быстрее эвакуировать от себя, то есть в госпиталь куда-то отправить. наша с вами задача найти какой-то способ помощи для него, либо книжку, либо брошюру, либо какой-то текст, либо какого-то человека, либо какого-то специалиста, либо какой-то революционный центр. Вот это максимум, что мы можем сделать. С любовью дать такую информацию, и если человек не прислушивается к этой информации, конечно же уменьшать с ним общение, если он ее не применяет и не использует. Кот Лариса, Москва. Если в семье алкоголь зависимый, то закладывается ли психологическая эта зависимость у детей в будущем проявляется? Зависимость называют семейные проблемы, конечно, влияние это оказывает. если один из родственников ведет себя неадекватно, живет неадекватно, конечно же, определенное влияние не всегда катастрофическое, но всегда последствия есть. Марина Белозерова опять спрашивает. Спасибо, Марина, вам нужно вручить приз за самое активное участие. Приезжайте к нам в сеногральный отдел, мы вам вручим методическое посуде в бумажном виде в качестве приза. Где посчитать об исцелении детской созависимости? есть в интернете материалы на тему программы взрослые дети алкоголиков. А есть еще детская программа называется 12-ти шаговая. У нас церковных методов я таких не сталкивался. Я видел материалы в интернете программы Аллатин вот Аллатин называется можно почитать и взрослые дети алкоголиков можно почитать какие-то материалы такой программы. Галина Нинилина Снежинск Как инициативная группа уже несколько лет боремся с количеством торговых алкогольных точек и сопровождением от детских и партийных учреждений продажа алкогольных совершенствований нужна законодательная база для дальнейшей работы и защиты в суде. Спасибо Галина Это я так понимаю последний вопрос сегодня совершенно с вами согласен вот к сожалению сегодня наблюдается законодательная тенденция в обратное то есть определенные силы назовем их лоббистскими они пытаются взаимодействовать с Министерством промышленности торговли и Минэкономики с правительством доказывая что нужно улучшать экономический климат улучшать экономику за счет продаж алкоголя и мы опасаемся сегодня что ваша работа может быть еще больше усложнена законодателем что могут еще больше ее облегчить продажу алкоголем но мы участвуем в процессах для того чтобы это не произошло но я вам хочу сказать что очень важно чтобы вы собственную работу описывали рассказывали в виде текстов в виде информации присылали нам методически осмысляли то есть чтобы вы записывали те трудности ваши успехи вот и чтобы вы это материалы направляли нам и сами лично от себя из ваших регионов отправляли ну прямо вот даже не смущаясь на деревню дедушки как вот у нас помните там было письмо Константину Макаровичу все равно я считаю что у нас в администрации президента изучает письма которые там приходят из регионов и президенту лично докладывают а если какая-то тематика в обществе вызывает большое количество откликов я считаю что обращение к органам государственной власти к президенту президенту правительства она все равно учитывается и если много людей этой темой обеспокоены то у нас правительство понимает что это может недовольство населения вызывать поэтому это тоже могут учитывать при принятии тех или иных политических решений но я лично имею даже опыт и знаю что это работает поэтому вот нужно писать о ваших проблемах нам и в органы государственной власти и мы будем дальше с этой ситуацией разбираться будут обучать ведущих групп самопомощи ну пока у нас в ближайшие месяцы такое обучение не планируется но я думаю что да будут марина марина двозерова кириллов благодарим сердечно александрович в отдел за призом конечно явимся ну очень приятно хорошо елена гребенюк северс большое спасибо спасибо уважаемые друзья это очень приятное радостное общение я очень благодарен вам за участие за ваши вопросы за то что вы учитесь и участвуйте и вам это интересно я надеюсь что мы с вами встретимся лично на других семинарах на рождественских чтениях в каких-то других обстоятельствах на наших обучениях в Екатеринбурге спасибо за внимание и как принято говорить до новых встреч